С приходом весны вместе со снегом в Ульяновской области тает и асфальт. Социальные сети забиты свежими фотографиями о ямах и выбоинах, которые, кстати, не видно за лужами. Администрация Ульяновска выехала на улицы города, чтобы посмотреть, как работают городские службы. Сейчас на улицах города проводят ямочный ремонт. Администрация уверяет, что талый, снег и вода не помешают процессу, ведь ремонт временный. Когда на улице будет стабильный плюс и не менее 10 градусов, дороги вновь отремонтируют горячим асфальтом. То есть холодный асфальт применяется точно, даже на влажную поверхность. То есть само свойство холодного асфальта при вдавливании выдавливает всю влагу и остается. Но это временное явление. Но и капитальный ремонт дорог, как оказалось, явление недолгосрочное. Срок службы асфальта не более 5-7 лет. Такие сроки, утверждают представители администрации, в первую очередь связаны с интенсивностью движения машин. Хотя при укладке асфальта стоит соблюдать технологию и использовать качественные материалы. Я и спросил про срок эксплуатации, а не гарантии. Неужели всего 5 лет дорог службы? 5-7 лет – это срок, в течение которой мы не должны иметь проблем на данной дороге. А проблемы, которые есть на данный момент, уже решают. Устранить все ямы за раз, конечно, невозможно. Но администрация уверяет, мониторинг по отслеживанию новых ям ведется постоянно и устраняется в порядке очереди. Сейчас проводим весенний осмотр дорог. Те дороги, которые давно не ремонтировались, по ним, разумеется, есть вопрос. Нет, из тех, которые были отремонтированы в 16-17 годах? Нет, ни каких. Как утверждает Алексей Гаев, дороги, отремонтированные в 2016 году, вызвали лишь небольшие нарекания. Подрядчики были обязаны исправить и отремонтировать дорожное покрытие на улице Розы, Люксембург и Радищево. В этом году остаются вопросы к подрядчику по ремонту на Императорском мосту. Исправить все обещают уже к лету. А ремонт новых ям продолжают контролировать общественники. Во-первых, контроль общественности. Общественный совет, там, это все. Они следили. Мы следили, нам давали этот самый участок. Мы этот участок обследовали по ходу строительства. Все замечания писали, отдавали в комитет. Вот при мэрии, кто ведает этим вопросом. Ну, если в этом году еще поработаем, то вообще будет прекрасно. Самое страшное в том, что у нас частный сектор. Вообще заброшенный в этом, я вот живу, в частном секторе. Это, ну, не нужны здесь участники никому. А там также люди живут, дети ходят в садик, пройти нельзя. Мнение горожан, как всегда, двустороннее. Кто-то и вправду считает, что последние ремонтные работы проведены качественно. Кто-то находит множество недостатков. С жалобой на состояние дороги можно обратиться напрямую в административные органы. Елена Андреева, Юрий Конихин. Новость Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова